Скидка 45% на первый заказ в Яндекс.Лавке по промокоду ЭТОЛЕТО. Я сейчас быстро напомню вам, что было в прошлой серии. Я рассказала, как местные лечат головную боль. Тут врачи прописывают от головной боли чёрный шоколад. Практически полюбила большой спор. Так, ну почему я должна это делать? Узнала, как обхитрить местных карманников. Они телефоны прячут вот сюда, представляете, вот так вот здесь. И вот так вот ходят. Попробовала любимое блюдо всех местных жителей. С лимончиком, сказали, лучше. Как будто пельмени, но с бананом. Ну а сегодня никаких деликатесов. Только тихие, спокойные посиделки с местными пенсионерами. Вот правда, для одной из них они закончатся потери пенсии. Ты, конечно, моя подруга, но деньги на стол. Я видела, как вы мухлевали. Слушай, ну ты проиграла. Не подруги, а аферистки. Карточный долг – дело чести, моя дорогая. Ты сама мне неделю назад это говорила. Добро пожаловать в Кито. Это «Жизнь других». О, девочки ждут меня уже в гости. Но сначала мне все же надо показать вам столицу Эквадора. А от них можно выйти с проигранной камерой. И даже оператором. Лучше не рисковать. Итак, Кито считается не только одним из самых старых городов Южной Америки, но и самой высокой столицей мира. Вы спросите, что это значит? Ну, во-первых, здесь меньше кислорода. А значит, я как минимум могу попросить поднять мне зарплату за экстремальные условия работы. Второй факт, конечно, не удвоит мне гонорар. Но вот порцию любимого кофе я получу немного быстрее. Ведь вода в Кито закипает при температуре 90 градусов. Но что здесь при любом раскладе кипит на все 100, так это жизнь других. И Фернандо Санчес яркий тому пример. Ведь эта женщина прошла огонь, воду и миллион судебных заседаний, прежде чем получила развод со своим непутевым экс-супругом. А вот подруги госпожи Эрвас тоже любят друг другу приподнять давление и пощекотать нервишки. Ведь каждое воскресенье играют в покер. На деньги. То ли дело Джонатан и Альхандро. На их месте с удовольствием оказалась бы и я. Ведь изо дня в день они только и делают, что варят, дегустируют и продают мой самый любимый напиток – кофе. Который в Кито с утра пораньше явно не будет лишним. Ведь чтобы добраться на работу без происшествий, надо хорошенько взбодриться. Говорят, у Дебра только для красоты. И ни одна машина тебя не пропустит. Вот тут стоишь, тут до посинения. И как-то пытаешься так. Стоп, стоп, дайте пройти, дайте пройти. Боже, успела! Проблема в том, что в городе очень мало и светофоров, и обычных пешеходных переходов. Поэтому иногда водители просто-напросто забывают об их существовании. И пешеходам надо о себе напоминать. И я о себе напоминала постоянно. Штрафы за превышение скорости, проезд на красный, препятствия пешеходу перейти дорогу в установленном месте варьируются от 45 до 400 долларов. А так как мы в Эквадоре, то можно сказать, что это от 1 до 8 килограммов кофе. Нарушил и год потом экономишь на кофе. Хотя, кого я обманываю, здесь могут экономить на чем угодно, только не на этом. Говорят, в Эквадоре очень вкусный кофе. Так как я большой любитель, иду попробую. Смотрите за моим лицом. Все поймете. Ой, так волнуюсь, что ваши ноги заплетаются. Возможно, сейчас попробую лучший кофе в своей жизни. Эквадор входит в десятку лидеров по производству и экспорту кофе. Общая площадь кофейных плантаций Эквадора составляет 250 тысяч гектаров. И каждый год фермеры выращивают более 100 тысяч тонн кофейных зерен. Мне сказали, Жанна, приди вот в это место, и ты поймешь, что ты никогда в жизни не пила вкусный кофе. Ну, мне так сказали. Поэтому я, ребятки, пришла. Ну, давайте, удивите меня. Что тут у вас происходит? Почему мне сказали, что у вас самый лучший кофе в мире? В чем дело? Эквадорская земля идеально подходит для выращивания кофейных зерен. А еще у нас есть один секрет. И это страсть, с которой наши люди сажают, поливают, собирают и обжаривают кофе. Страсть – это мое слово. Я это понимаю. Так, хорошо. Ну, давайте тогда, я не знаю, покажите мне. Дайте попробовать. Ну, что мы будем это болтать с вами, правильно? Дайте попробовать мне ваш лучший кофе. И тут я поняла, что открыла ящик Пандоры. Ведь за 15 минут мне успели рассказать про 105 способов альтернативного приготовления кофе. Фильтр, френч-пресс, воронка оригами. Что бы это ни значило, я даже узнала о существовании колеса вкуса в кофе, прежде чем меня наконец-то им угостили. Ты так мне рассказываешь, что ты знаешь, как будто гимнотизируешь, как будто ты мне хочешь впихнуть на турецком рынке непонятную кофточку. Ладно, надеюсь, лекцию о кофе я слушала не зря. Хочу сказать, что он не крепкий такой, чтобы наш, аж прямо вот так с ума сошел. Вкус действительно есть, фруктов такой легкий, это правда. Да. Даже сахар не хочется добавлять. Он настолько приятный. Каждый житель Кита за день выпивает минимум три чашки кофе. Одно за завтраком и несколько в течение дня. Поэтому практически 80% всего урожая мы выпиваем внутри своей страны. Я сейчас очень рискую все оставшееся время выпуска слушать рассказы о кофе, но все же задам один финальный вопрос. Какой у вас секрет в приготовлении вашего кофе? Или вы его готовите так же, как и везде? Ну, секрет на то он и секрет. Но смотри, важно соблюдать правильную температуру напитка, концентрацию кофе и время приготовления. Я тебе скажу секрет мой. Ты мне все-таки не говоришь, рассказываешь мне эти свои сказочки. Знаешь, стоит такой аппарат, капсул туда чирик, пальцем так чик-чирик, и кофе, знаешь, вуаля. Вот и все, понимаешь? И все. А ты вот пришел, ты вот мучаешься, вот это заливаешь. Но, знаешь, как говорится, у всех свои вкусы. После этого кофейного мастер-класса хочется чего-то простого и земного. Поэтому вернусь лучше на улицы города и расскажу вам, что там происходит. Кита хоть и не самый богатый город, но тут практически в каждом доме, в каждой семье есть по две машины. Вы спрашиваете, почему? Все просто. Нас просили бороться с пробками, мы все организовали. Один раз в неделю ты не имеешь права выезжать на дороге города. В понедельник запрет для тех, у кого номерной знак кончается на 1 и 2, во вторник 3 и 4, среда 5 и 6, ну и так далее. Но в выходные на дорогу могут выезжать абсолютно все. Хорошо, что сегодня выходной, вы хоть спокойно доехали. Только, девочки, сегодня не на всю ночь, потому что завтра на моих номерах я никуда не уеду. Понедельник. А Жанна скоро будет. Она сейчас в супермаркете. Зачем? Надо было на рынок ехать. Я ей так и сказала. Фулл хаус. Одни говорят, что в Кито очень дорого, другие говорят, что очень дешево. Я решила узнать все сама и пришла в супермаркет. Итак. Допустим, мне нужен базовый набор продуктов. Считаем. Хлеб – доллар семьдесят три. Подсолнечное масло – три шестьдесят семь. Килограмм лука – доллар двадцать девять. Морковь – сорок девять центов. Сто пятьдесят граммов сыра – шесть тридцать. А десяток яиц? Так, десяток яиц. Стоп, стоп, стоп. А где тут десяток яиц? Десяток яиц, дорогая моя, у тебя дома в магазине. А у нас можно купить либо шесть, либо двенадцать, либо сразу тридцать штук. За доллар два сорок три или же за пять двадцать три. Ой, я же еще про бананы забыла. Ведь эквадорский стол без них считается пустым. Вот только как их выбрать? Вот тут три вида бананов, и ни один из них не едят просто так. Это все для того, чтобы готовить. Это жарить, он какой-то очень сладкий. Из-за этого зеленого, мне сказали, вообще делает все, что угодно. И чипсы, и шмипсы, и все, что, не знаю. Это тоже с ним что-то готовят, представляете? А тот, который просто вот я ем, как и вы, они дальше. Итого, поход в магазин за минимальным набором самых необходимых продуктов обошелся мне в семнадцать долларов. Чтобы из этого еще что-то приготовить, конечно, надо будет потратить как минимум столько же. Но, в принципе, терпимо. Возможно, на рынке все это не только в разы дешевле, но и свежее. Ой, ходить по утрам на местный рынок, честно говоря, одно удовольствие. Такие прям свежие, видно, что только с грядки фрукты и овощи. И цены гораздо дешевле, чем в маркете. Больше того, тут еще можно и торговаться. Жалко, что у меня тут нет своей кухни. Так бы я тоже торговалась, приготовила бы что-нибудь. Но через минуту я спустилась с небес на землю. Ведь я просто не поняла реальных цен. На рынках и в маленьких магазинах, пекарнях и аптеках нет никаких ценников, и надо всегда уточнять цену. Если вы спросили, почем картошка, и вам ответили доллар, то будьте уверены, это цена за фунт. А фунт – это 450 граммов. Да, друзья мои, умножаю все цены на два и понимаю, что надо было все покупать в супермаркете. Эту же информацию мне подтвердила легенда местного рынка Роза Хуановна. Ну ты не расстраивайся, у нас здесь можно торговаться. Если у тебя есть талант, а я вижу по лицу, что торговаться ты умеешь, значит купишь и капусту, и помидоры, и лук, и морковку. Да что угодно, дешевле, чем в том магазине. Главное, не стесняйся. А вам тут не опасно? Вас тут охранять кто-то не ворует? Я здесь с шести утра и до двенадцати дня стою. А воришки после ночной смены раньше двух из своих нор не выползают. А, ну слушай, они же спят тоже. Так очень хорошо, так все продашь до обеда, пойдешь себе отдыхать, да? А они пусть там сами занимаются. Танакой моя картошка. А вот с такой сумкой, как у тебя, я бы не ходила, конечно. Поэтому ты лучше не задерживайся здесь. И иди, куда планировала. Отлично. Ну хорошо. Смотри, уже люди приходят, да? И сегодня солнышко. Ну все, хорошая вам тогда работа. Ой, как я люблю рабочих людей. Это так прекрасно. Пойду тоже работать, а то бездельничаю тут. И раз уж я решила с головой идти в работу, то давайте поговорим о местных законах. В какую страну я бы не приехала, везде есть несколько законов, которые больше похожи на шутку. Но вот наказание и штрафы вполне реальные. И Эквадор не исключение. Например, в период проведения выборов и референдумов в стране вводится сухой закон. И если кто-то его нарушает, его не только штрафуют на 225 долларов, но и сошают в тюрьму. До тех пор, пока не закончатся действия этого временного закона. Вина. Но зошники и спортсмены здесь тоже не расслабляются. Ведь в день выборов за неявку на избирательный участок каждый житель Эквадора от 18 до 74 лет заплатит 45 долларов. Для эквадорцев 45 долларов – это немалые деньги. Чтобы их заработать, некоторым неделю надо трудиться и вставать ни свет, ни заря. Хотя те, кто зарабатывает 100, 300 и 500 долларов, тоже чаще всего работают с 7 часов утра. Так как мы живем на Экваторе, круглый год солнце встает в 6.30 утра, а в 6.30 вечера уже садится. Поэтому у многих эквадорцев примерно одинаковый режим дня. Многие уже в 6 бегут на работу или учебу. Ведь первая пара в университете, например, начинается ровно в 7 утра. Судя по времени, на первую и даже на вторую пару я благополучно опоздала. Но в 1 третью пару местного политехнического университета я точно попаду. Поступить в государственный университет очень сложно. Но даже если ты издашь все экзамены, это не гарантирует, что для тебя найдется тут место. Представляете? Ежегодно государство выделяет ограниченное количество мест. Поэтому борьба за них идет серьезная. По единому госэкзамену из 1000 баллов нужно набрать 985. И тогда у тебя есть шансы стать нашим студентом. И как понимаете, шанс невелик. Остальным приходится поступать в частные вузы и платить до 12 тысяч долларов в год. Но если ты таки поступил, то обязательно станешь асом в IT-технологиях, математическом моделировании и даже в нефти. Что бы это ни значило. Те, кто все же поступили в госунивер, могут претендовать на стипендию. Либо за хорошие оценки, либо же за достижения в спорте. И стипендия составляет 80 долларов в месяц. Где точно кипят страсти, так в сериале и просто так. Кто не знает, это новое приключение по отрубке с сексом в большом городе. В разгаре второй сезон доступны игруской озвучки в Амедиатеке, запустившей проект, в котором участвуют известные деятели, в том числе и я. Амедиатека подготовила письма откровения об отношениях с историей большого города. Подробнее в описании. А по моему промокоду Жанна, подписка на 1,3 месяца для вас на 30% дешевле. Скажи мне, то есть, если, ну, например, ты там не выучила урок, я не знаю, или как-то тебе нужно получить оценку выше, ты можешь договориться с преподавателем как-то, я не знаю, заплатить ему или договориться на потом, чтобы поставили тебе оценку лучше? Проще сделать новое открытие в области квантовой физики, чем с кем-то о чем-то договориться здесь. Один единственный раз преподаватель разрешил мне в виде исключения пересдать экзамен. Так я от страха выучила не только пройденный материал, но и информацию за следующий семестр. То есть вообще никак нельзя договориться. Ну, вот так вот, поэтому и умные люди. Ну, хорошо, а когда вы, у вас свободное время, как вы развлекаетесь, куда вы ходите, чем вы занимаетесь? Вы же студенты, молодежь. Я забыла, что такое свободное время, потому что многие из нас, кроме учебы, еще и подрабатывают. Из-за того, что общежитий в Эквадоре нет, надо снимать комнату, которая стоит 150 долларов. Даже если у тебя есть стипендия, то она покрывает ровно половину. И как мне сказали одногруппники Карен, многие студенты, чтобы все совместить, один семестр работают и зарабатывают деньги, а следующий учатся. И таким образом, пять лет учебы могут запросто превратиться в 10. Поэтому финансовый вопрос остро стоит в столице Эквадора. Для большой семьи с двумя детьми, которые учатся в престижных школах и вузах, надо минимум 5-6 тысяч долларов в месяц. Мы живем скромно, дети уже взрослые, и нам с мужем хватило бы 700-800 долларов. Но есть и такие жители Кита, которым удается выжить и на более скромные суммы. Я приехала на юг Кита, где живет моя знакомая Фернанда. Говорят, этот район не очень безопасен, поэтому хочу быстрее зайти, чтобы мне, дай бог... О, Фернандо, чао! Привет, как ты! Очень рада тебя видеть. Боже мой, боже мой, заходим, заходим, а то, не дай бог, иди сюда уже, оператор, а то, знаешь, тебя еще украдут, не дай бог. Добро пожаловать в мой дом. Его площадь 100 квадратов. Стоит он примерно 55 тысяч долларов, а на коммуналку уходит 60 баксов в месяц. И живу я в нем со своими тремя детьми и семьями сестер. Так, стоп. Хм, кого-то не хватает. А муж где? Нет его. Развелись? Да. Да, почему? Он меня сильно обижал. К сожалению, по статистике, многие семейные пары в Кита разводятся по причине домашнего насилия. Ко мне часто обращаются женщины с подобными проблемами, и мы всячески боремся за то, чтобы помочь им на уровне закона. Я вот слышала, что здесь мужчины могут бить своих жен. Ну, а у тебя была возможность, я не знаю, пожаловаться кому-то, чтобы тебя кто-то защитил, я не знаю, полиция, друзья. Жаловаться было некому, звонить в полицию опасно. Она долго едет, а такой звонок мог спровоцировать мужа еще больше. Плюс ко всему многие из нас волнуются о том, что скажут соседи, родственники, бабушка какая-то двоюродная из дальней деревни. Но только не о себе. Кроме всего прочего, получить развод в таком случае это настоящее испытание. Развод – дело не дешевое. Если решение обоюдное, то он стоит примерно 600 долларов и происходит за один месяц. Но если же одна сторона против, то это будет стоить 900 долларов и миллион нервных клеток в придачу. Я два года ходила по судам, чтобы все оформить. А потом еще столько же выбивала копеечные выплаты на детей. За это время я успела родить третьего ребенка от другого мужчины. Правда, и с ним у меня так же не сложились отношения. А скажи, ну а кто тебе помогает? То есть ты работаешь, у тебя трое детей, вот папа их помогает, алименты платит? Местные мужчины – эгоисты, они думают только о себе. Есть, конечно, исключения, но не среди моих. Каждый из них платит минималку, которую назначил суд. Но деньги я и сама зарабатываю. А кто заменит ребенку отца? Они ведь не принимают никакого участия в воспитании детей. К сожалению, я была готова к такому ответу, ведь я уже наслышана о местных мужчинах от жителей не скидов. А скажи мне, какие эквадорские парни? Они безинициативные, временами закрытые, мы всегда все должны брать в свои руки. Они капризные, они требовательные, или в принципе тут жена главная в семье, вот как у вас? Многие частенько любят сходить налево, но мне же достался другой тип. Эти мужчины невозможно капризные, причем мой муж в квадрате. Иногда он и сам не принимает решения, и мне за него не дает это сделать. Поэтому я своему сыну с самого детского сада рассказываю, как делать не надо. Кстати, детский сад, чуть не забыла про него, надо бы и туда забежать. Правда, меня уже девочки заждались. Ой, надеюсь, они не скучают? Да быть такого не может. Может. Он рассердился и выбросил все вещи сестры в окно. Даже велосипед? Нет, на велосипеде он катается с трех лет, жалко стало. А сколько ему сейчас? Уже шесть. Лучший внук на свете. Скажи это его сестре. Пей свой чай. Вижу, девчонкам не скучно. Так что покажу вам быстренько детский сад. Стоимость частных детских садов колеблется между двумя и шестью сотнями долларов в месяц. Дороговато, но в бесплатный госсад из-за большого спроса практически не попасть. Поэтому родители, готовьте деньги. Но родители готовы, так как они знают, за что платят. Ведь если в частных садах на одного воспитателя семеро детей, то в государственном аж пятнадцать, а также кроме банального присмотра за ребенком, в частном с ними и песню выучат, и открытку для любимой мамы сделают, и стих на утренник подготовят. Ну и, конечно же, чтобы все эквадорские мамы были спокойны, его обязательно накормят. Что самое интересное, что детям тут не дают еду, им предлагают, например, яблоко, и дети сами себе накладывают и сам ест. Если он не хочет, его никто не будет заставлять, и он не будет есть. А я помню, это страшное время в детском саду свое. Когда я сидела, и мне говорили, ешь кашу манную, терпеть ее не могла. Ну, я уже рассказывала про это, но все равно вот эта вот, видишь, боль детства во мне сидит. Вот, видишь, сам накладывает себе малыш, молодец. Но дети здесь не только сами еду выбирают, но и... Я иногда в детских садах видела, что детям дают пластиковые тарелки, пластиковые стаканы, потому что маленькие дети, чтобы не разбить, или, не дай бог, не поцарапались. А здесь, в садике, наоборот, детям дают нормальные ложки, видите, металлические, вот, стаканы стеклянные и керамическую посуду для того, чтобы дети были аккуратны, чтобы они понимали, что нельзя бросать, что нужно смотреть и быть аккуратным. Ну, это же правильно. Но больше всего меня удивила здесь не посуда, не уроки и даже не то, что все сады работают всего до часу дня, а то, что абсолютно в каждой группе есть мальчики с именем Хосе и девочки с именем Мария. Исследование, охватывающее последние 200 лет, показало, что имена Хосе и Мария остаются самыми популярными в Эквадоре. 10% всех мужчин Хосе, а 20% всех женщин Марии. Следом идут имена Луис, Карлос, Хуан, а также Роза, Анна и Кармен. Не статистика, а латиноамериканский сериал. И дело здесь не только в именах. Говорят, местные мужчины очень любябильные, но ни одна женщина не сможет конкурировать с эквадорской мамой. Поговаривают, что местные мамы похлеще итальянок и гречанок. И порой это и играет с ними. Злую шутку. Свекровь никогда не станет на сторону невестки, даже если ее сын настоящий негодей. Она еще и тебя обвинит во всех грехах, лишь бы защитить своего сынулю. Из-за таких вот сумасшедших мамочек наши мужчины думают, что им можно все. И мы потом ходим и ловим наших ненаглядных по всем злачным местам. Как шутят местные, на каждом отеле в Кито есть одна церковь, чтобы было место, где можно замолить свои грешки. А что ж там такого надо замаливать? Узнаю у Эдгара Беласка, владельца одного из популярных местных мотелей. Но для начала давайте разберемся, чем же мотель отличается от отеля. Все просто. Отели созданы для семейного отдыха и командировок, а мотели для расслабления и приятных эмоций. Странно, я думала, что для этого создан массаж, спа и поход с подругой в бар. Но раз уж из всего предложенного списка есть лишь мотель, то пойду и посмотрю на одну из комнат. Оля? Вы тут еще убираете, да? Ясненько, интересно. Ну и как вам тут работаете? Ой, прекрасно, я так люблю свою работу. Вот сейчас готовлю номер для новых посетителей. Слушай, ну скажи мне, ну бывают у вас какие-то случаи такие из ряда вон выходящие, я не знаю. Скажу так, мы здесь ничего не слышим, ничего не видим и нас ничего не касается. Ну, вы поняли. Ну подожди, ну бывало такое, что тут прямо, знаешь, уезжали клиенты и оставляли после себя переворот. Но здесь же влюбленные пары останавливаются, а не рок-звезды. Так что самое неприятное это забытая игрушка, которую потом не знаешь куда пристроить. Мы забыли свои вещи, так сказать. Как-то ты неправильные лебедей сделала, я знаю, как их делать. У меня были курсы гостиничного искусства, не помню где. Сейчас тебе покажу. Вот так. Вот так. А, или вот того, да, вот, правильно, я уже забыла сердце. Да, все, чулоки-боки, все. ну вот, видишь? Аренда обычной комнаты стоит 17 долларов, VIP 20, а VIP с джакузи 24 доллара в сутки. Но в этих комнатах обычно проводят не более 20-30 минут. Чтобы успевать с уборкой в отеле работает 6 горничных, а также 2 охранника. И так как в отеле в Кито полным-полно, подобный бизнес здорово помогает бороться с безработицей. Если вы думаете, что в Кито главные проблемы это безопасность и пробки, то вы ошибаетесь. Мы также постоянно боремся с безработицей. 16% населения нашего региона находятся за чертой бедности. И все из-за нехватки рабочих мест. Поэтому мы со своей стороны всячески пытаемся поддерживать малый бизнес. зато в Кито есть один нюанс, который абсолютно всем помогает экономить. И вы не поверите, но я о погоде. В Кито практически круглый год температура от 18 до 20 градусов. Представляете? Поэтому много одежды тут не нужно. Она вся однотипная. Надеюсь, мой муж этого не услышит, а то захочет переехать в Кито. Мне кажется, что скромнее гардероб, чем у нас, только у жителей кенийского племени Самбуру. Нам не нужны шубы и зимняя обувь. Нам не нужны шлепки и сарафаны. Ведь чаще всего мы надеваем закрытую обувь и легкие брюки с футболкой и обязательно берем с собой курточку, так как и утром и вечером очень прохладно. Но благодаря такой стабильной погоде местные жители не только тратятся на одежду, но и круглый год собирают урожаи с местных плантаций и полей. Ни для кого не секрет, что Эквадор крупнейший в мире экспортер бананов. Но кроме этого мы выращиваем и отправляем в разные страны почти 300 разных продуктов, как свежих, так и замороженных. Чтобы вы понимали, практически полмира покупает замороженные брокколи, выращенные в Эквадоре. 24 тысячи тонн заморозки ежегодно мы отправляем от Эмиратов до Аргентины, от Южной Кореи и до Чили. Представляете, тут нету такого, что сняли урожай и следующий через год. тут каждый день снимают урожай. Каждый день, представляете, вот эти брокколи будут уже срезать через две недели. Вот так, потом замораживают и... Ну что ж, ближе к делу. К тому же на помощь ко мне пришла директор фабрики Вилма Тоскана. Боже, из меня такой огородник. О, я нашла. Так, ну и что, и как это срезать? Я помогу тебе. Я сейчас тебя срежу. Вот так, подкорешу. А, ну как в магазине. Всё, капито. Короче, срезаешь, как покупаешь в магазине, так и срезаешь. Что-то непонятного она мне говорит. Ой, сейчас, сейчас, подождите. А, вот. Э, э, э. Ух! Вуаля! Нормально? Маленький, но на первый раз сойдёт. Ну, маленькая, какая была, такую я и срезала. И всё, и теперь её надо на заморозку, да, нести. После того, как брокколи собраны, мы опускаем их на несколько секунд в кипяток, чтобы обеззаразить и очистить, а потом сразу же охлаждаем и замораживаем. И следующие два года они сохраняют абсолютно все полезные витамины. на всём предприятие. работает 500 человек. Кто-то, как Вилма, контролирует процесс, а кто-то тщательно высаживает новые ростки. Ведь без них, как минимум, Израиль или Япония могут остаться без брокколи. Но, чтобы по-настоящему ощутить себя работником плантации, надо не сажать и не собирать, а, конечно же, снять пробу. Если я ещё останусь снимать пробу с брокколи, то мои новые подружки уже точно на меня обидятся. Ой, наверное, грустят там без меня. А, ну, хорошо. Я всё поняла. Пошла дегустировать. После того, как я срезала брокколи, походила по всем полям, мой оператор покашлял, подёргался, и я начала заново говорить. После того, как я срезала брокколи, поговорила с работниками, посмотрела, как растёт кошерное брокколи, понимаешь, мне решили показать, чем они кормят своих работников, ну, фабрики. И я вам скажу, ребята, ну, знаете, как за еду, я же готова тут и остаться, работать, потому что потрясающее картофельное пюре с травами, авокадо, сыр, понятное дело, брокколи. Сейчас я вам даже сразу скажу, не отходя от кассы. Ммм, правда потрясающе, я её и так люблю. Вкус невероятный, немножечко отваренная, и больше ничего, без соли, без ничего, представляете? И как только я на сытый желудок подумала расслабиться, заканчивать программу и прощаться с вами, повар, которая угостила меня брокколи, хвасталась своей коллеге тем, какой ей подарок подарили дети. Готова поспорить, вы никогда не догадаетесь, что они ей подарили. В Кито абсолютно нормально подарить своим близким на какой-то праздник сертификат на ритуальные услуги, потому что думать про собственные похороны при жизни, это нормально. Вот так. Вы не представляете, сколько на День Отца и День Матери висит реклама по всему Кито с лозунгом «Подумай о родных» уже сейчас. Если честно, хочешь не хочешь, но начинаешь думать. Друзья мои, вы, конечно, можете браться за голову, ахать-охать, даже разрешая потерять сознание, но стоимость одного такого сертификата колеблется от 800 до 5 тысяч долларов. Да, друзья? Я тоже в шоке. Вы даже представить себе не можете, как дорого здесь стоят похороны. Организация всего процесса обойдется от 2 до 5 тысяч долларов. Ну а если вы готовы раскошелиться и на само место на кладбище, то приготовьте еще от 7,5 до 12 тысяч долларов. Судя по местным зарплатам, эквадорцам такие суммы собирать и собирать. Ну, возможно, мы просто ничего не знаем о пенсиях и о пенсионных выплатах. А может, у пенсионеров здесь есть какие-то прибыльные подработки? Говорят, самое прекрасное время это в детском саду и на пенсии. Время на пенсии летит незаметно, когда ты с подружками сидишь и играешь в карты на деньги. Так, ну, давай, поехали. Наконец-то добралась. Я чуть все деньги не проиграла, пока тебя ждала. Мне казалось, что меня удивить чем-то сложно. Ночной клуб для пенсионеров я видела. Караоке-бары видела. Клубы, рукоделия, спортивные кружки, танцы, гимнастику и зарядки тоже все видела. Но казино на дому с настоящим покерным столом это что-то новенькое. Я не знаю ни единого пенсионера из своего окружения, который не отличил бы фулл-хаус от флэш-рояля. А про покерфейс и блеф мы знаем получше, чем некоторые молодежь. Более того, атмосфера здесь почти как в казино. Ведь стол сделан на заказ за 500 долларов точь-в-точь, как я видела в Монте-Карло когда-то. Стол это моя гордость. Ведь сделала я его на честно выигранные у подруг деньги. Но это какая-то сложная игра. И как часто вы так собираетесь? Раз в неделю обязательно, но порой и два раза в неделю играем. И какие у вас ставки, девочки? Тут все зависит от компании. У нас с подругами например ставка доллар, чтобы мы могли не ограничивать себя в партиях и в случае проигрыша не сильно разорились. Скажу вам по секрету, у меня есть еще две компании, в которых я играю. Там ставки посолиднее. Иногда десятку ставим, а иногда вообще уходим в кураж и ставим по 25 баксов. Вы думаете, как я на этот покерный стол заработала деньги? Явно не по доллару откладывала. Да уж, игры здесь не на жизнь, а на смерть. Ведь каждая из них хоть завтра может поехать на чемпионат по покеру. А вы давно играете вообще в карты? Примерно с пеленок. Мне кажется, я родилась с картами в руках. Это знаешь, как в других странах говорят, женщины должны вязать, там, шить, готовить. А тут женщины должны с самого детства играть в карты на деньги. Но азарт Люси и ее подруг легко объясним, ведь пенсии в Кито очень сомнительные. Пенсия в Кито наступает в 65 лет, но без помощи детей нашим пожилым жителям приходится непросто, ведь качество госмедицины пока что оставляет желать лучшего, а пенсионные выплаты в среднем 300-400 долларов. Вот пенсионеры здесь в Кито живут вот так вот, как вы, вот собираются, такие красивые женщины, играют в карты на деньги, смеются, или все-таки вот общая масса живет как-то по-другому пенсионерам. К сожалению, так живут далеко не все. Кому-то откровенно не повезло в жизни, кто-то ленился и ждал чуда от природы, а каждая из нас еще со школы усердно училась, потом работала, чтобы на старости не нуждаться хотя бы в необходимом. Каждая из нас вырастила прекрасных детей, которые нам сейчас очень помогают. Могут вам дети отдать внуков и сказать, все, бабушка, сиди с внуками? Конечно! Сейчас столько подозрительных людей, что страшно на кого-то оставлять ребенка. К тому же, быть бабушкой лучше, чем мамой. Ты можешь быть всегда доброй и баловать внуков, а родители пусть воспитывают. И глядя на этих прекрасных, энергичных, веселых дам, которые дружат уже больше 50 лет. Я просто не могла не задать главный вопрос. Что самое главное в жизни вы поняли сейчас? Что, какие главные ошибки не нужно делать тем людям, которые еще не вышли на пенсию? Что вы можете сказать? не спускайте все деньги в молодость и откладывайте, они вам пригодятся. Любите себя и живите здесь и сейчас. Проживайте все те эмоции, которые надо прожить в молодости. В старости таких моментов очень мало. Хвалите себя. Делайте самой себе комплименты в любом возрасте, весе, настроении, состоянии. А я вам советую быть любимыми и желанными, но оставаться всегда независимыми. жизнь порой подкидывает неожиданные сюрпризы, но вы никогда и ни за что не должны изменять себе. И в этом счастье. Парадокс жизни в том, что в молодости после тяжелого дня мы часто себе говорим, что отдохнем на старости. Наконец-то найдем хобби, выучим новый язык и поедем в кругосветку. В общем, будем делать все то, о чем мечтали. Но стоит прийти в старости, как все это теряет смысл. И ты уже мечтаешь совершенно о других, более простых и приземленных вещах. Какой сделать из этого вывод? Решайте сами. Главное, не изменяйте себе. Никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Кита – один из самых красивых и старых городов Южной Америки. И он не зря расположен на вулкане, ведь здесь кипят те еще страсти. Все местные жители очень доброжелательны и располагают к себе своей улыбкой. Но, несмотря на это, некоторые районы лучше обходить стороной. погода погода может запросто меняться по пять раз за день. Но при этом температура в Кита круглый год, как весной. Здесь у каждого семья на первом месте, но при этом и разводов хватает. Одним словом, в Кита полно плюсов. И это вкусная еда? Отзывчивые люди. Вечная весна. Урожай четыре раза в год. Невероятно красивый город. Хорошее образование. Красивые девушки. Горячие парни. Любимая культура. Но при этом есть и минусы. У нас очень опасно. Есть домашнее насилие. Здесь очень дорого. У нас низкие зарплаты. Сумасшедшие пробки на дорогах. Непредсказуемая погода. Гулящие мужчины. Здесь совсем нет никакой культурной жизни. Но особенность этого города в том, что несмотря ни на что каждый житель изо дня в день стремится улучшить свою жизнь. А для этого можно вдохновляться жизнью других и верить в то, что счастье прямо перед нами, а не по ту сторону экватора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok